Привет всем выжившим, и сегодня будет довольно необычный для меня формат, и в какой-то степени неприятный. Ведь я совсем не люблю критиковать игры, но здесь, пожалуй, совсем особый случай, где разработчики поступили как минимум плохо. И выгораживать их в такой ситуации будет скорее каким-то стокгольмским синдромом. И хочется сразу сказать, что я не раз на своём канале обозревал действительно хорошие игры от российских и украинских разработчиков. Причём одну из этих игр вы сейчас видите перед собой, игра под названием Atom RPG. Действительно хорошая пошаговая игрушка, где интересная прокачка, вполне плавная анимация персонажей и сюжет. Сюжет мне тоже понравился. Но давайте всё же вернёмся к игре под названием Deskies. Сама игра вышла в 2016 году, и уже тогда начала активно раскручиваться и рекламироваться. И в целом тут было чему, ведь игр, ММО, похожих чем-то на Fallout, у нас не так много. А тут себе и машины, баги, мотоциклы, на которых мы можем бороздить просторы пустошей. Вполне себе интересная диалоговая система, которая строится на наших характеристиках, которых вполне себе много. Но всё это было раньше, до первого крупного обновления. Первого крупного обновления за мать его 4 года. Вы не осышались. И что же произошло с игрой, чем-то похожей на Fallout, вы сейчас увидите сами. Как я говорил раньше, в игре была сделана довольно классная прокачка персонажа. Тут тебе и классические навыки типа силы, ловкости, выносливости, интеллекта. Каждый отвечает за свой атрибут, и прокачивая, ты понимаешь, что в итоге получаешь. И если, например, ты не вложил ни единого очка в интеллект, то, скорее всего, твой персонаж будет просто мычать в диалогах. Как это было у нас в некоторых частях Fallout'а. За что она полюбилась многим игрокам. В том числе и мне. Я поверил в эту игру и стал её основателем. Вложив в неё 900 рублей. И получив при этом вечный премиум. Конечно, я вспоминаю об этом с сожалением, но что поделать. Но всё это было раньше, до первого крупного обновления. А что же стало сейчас, вы сами увидите. И вот наше новое окно развития персонажа. Как видите, теперь у нас всего три характеристики. Это агрессия, стойкость и мутагенез. В целом, всё довольно просто. Агрессия повышает наш урон, стойкость повышает наше здоровье. А мутагенез увеличивает эффективность навыков, которые связаны с нашими мутациями. Наверное, стоит отметить такие интересные навыки, связанные с мутацией, как лечение во время танца. Баф от прыжка на месте. Ну и, конечно же, баф от бега. То есть, если вы увидите, как союзник начинает внезапно прыгать, танцевать или бегать вокруг вас. Не удивляйтесь, он просто помогает вам в бою. Но некоторые, возможно, из вас спросят. Но Валя, Валя, как же вариативные диалоги? Как же разносторонние персонажи? А я вам отвечу. Разработчик убрал это всё за ненадобностью. Возможно, тут сыграл неудачный опыт с Battle.Rail, который он пытался сделать в момент разработки The Skies. И который даже появился в Стиме. Но, видимо, провалился из-за количества игроков. В любом случае, игра, в которую я поверил в начале, была изменена и переработана настолько, что теперь её не узнать. Сейчас в игре появились забавные ролики, которые вы видели раньше во время выполнения основных заданий. Но, в целом, ничего такого. Конечно, можно поржать с них, но это буквально на пару раз. Тем более, не всем зайдёт подобный юмор. Некоторые пришли из-за атмосферы постапокалипсиса. И хотели бы видеть более мрачную MMORPG. Хотя, вполне возможно, разработчик видит свою аудиторию по-своему. Как бы там ни было, я довольно часто пытаюсь поддерживать проекты на раннем доступе. Верю, что они будут развиваться, со временем обрастать чем-то новым. И, конечно, становится всё лучше и лучше. Но, в случае этой игры, немного другой. Ведь тут переработана вся механика игры. И тот концепт, в который я поверил и внёс даже за него деньги. Став основателем. И получив вечный премиум. Возможно, кто-то из вас скажет, что надо быть, наоборот, благодарным. Ведь это было первое крупное обновление за, мать его, 4 года. И пускай даже ценой полного вайпа. Вайп, если что, это удаление всех персонажей на сервере. Не в зависимости от того, сколько сил и времени вы вложили в эту игру. Итого, мы имеем довольно среднюю ММО. Если, конечно, не сказать хуже. Но, решать, конечно же, вам. Игра сейчас бесплатная. И каждый желающий её может скачать. А на этом, пожалуй, всё. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Ставьте лайки, комментируйте. И да, пока-пока. И до скорого.